Субтитры создавал DimaTorzok Макея Захарыча Буянова. Позже она принадлежала его сыну, купцу второй гильдии Семену Макеевичу. На этом участке располагался деревянный дом, служебные постройки и прекрасный сад. Сейчас здесь художественные мастерские и офисные здания. Сейчас от старых построек на территории усадьбы почти ничего не осталось. А когда-то было несколько двухэтажных зданий, конюшня и жилой дом. Был он деревянным и необыкновенно красивым. Какое оно было, трудно определить. Потому что фотографий на то время, когда я все это читала, не было. Но вдруг, неожиданно, как-то у меня попались негативы. И первым, что я увидела в этих негативах, это именно купол и веранду цветную. Я думала, ну все, это то, что я когда-то читала. И действительно, когда эти негативы сосканировали, отпечатали и посмотрели, это просто шикарное, великолепное было сооружение. Фотографии дома сделаны уже в 20 веке. И эти снимки, чудом сохранившиеся, не видел еще никто. Говорят, что такого красивого дома в Благовещенске больше не было. Мы стоим как раз на том самом месте, откуда сделана вот эта фотография. И здесь вы прекрасно можете увидеть, какая была веранда. Хоть она тут и заколочена вся, и немножко испорчена, но видно. Вот купол со шпилем, это веранда с цветными стеклышками, вот торец этого дома. Семья Буяновых родом из-под Саратова. Известно, что были они православными, но потом из-за чего-то поменяли свои религиозные взгляды и пришли в Малаканство. Основатель рода на Амуре Захар Буянов. Личность легендарная, потому что знают о нем в основном из семейных легенд. О таких говорят, какова фамилия, таков и человек. Он был очень буйного нрава. Вообще-то борец за справедливость. И вот свою справедливость отстаивал зачастую с кулаками. Ну и вот однажды убил человека в драке. Его ссылают в Сибирь в кандалах. В Сибири он поселяется в Ишимской волости, Томской губернии, в деревне Емельяновки. Ну и вот именно оттуда, из этой деревни Емельяновки, впоследствии он прибывает в Амурскую область. Переселенцы расселялись по всей Амурской области. Известно, что Захар приобрел и обживал заимку недалеко от Ивановки, на реке Манджурки. Она так и называлась – Буяновская заимка. Правда, в 1910 году ее почему-то называли Захаровой пустошью. Что там произошло уже неизвестно. Но в 80-е годы 19 века народу на заимке насчитывалось 44 человека. Там Буяновы занимались сельским хозяйством, выращивали пшеницу, овес, разводили скот. Были на заимке Буянова даже 49 верблюдов. Можно только предположить, что содержали они этих животных для перевозки грузов на Прииске или в Благовещенске. Строились Буяновы основательно, как многие молокане. Хозяйство было крепкое и жили они далеко не бедно. Это были крепкие дома на таких высоких фундаментах, с высокими потолками. Крыши были сплошь покрыты цинком американским. Как тогда говорили в начале века, цинк – это оцинкованное железо. Евгений Валентинович Буянок – потомок известной семьи, историк. Занимается историей Амурской области второй половины 20 века. Но и родословную свою изучает уже несколько лет. По воспоминаниям, когда человек подъезжал утром к какому-нибудь селению, где большинство молокан было, крыши горели ярким светом на солнце. Издалека было за несколько верст было видно, что люди живут богато. Сыновья Захара Буянова, Фома, Макей, Евтей – люди в Благовещенске уважаемые и богатые. Именно Макею Захаровичу и принадлежала усадьба на перекрестке Зейской и Американского переулка. Поднимая архивы нашего институтских проектов, я наткнулась на съемочку, в которой как раз видно хорошо расположение всего этого имения. Вот на сегодняшний день это художественные мастерские, складские помещения, двухэтажный дом. И вот этим красным – это территория была Буяновского имения. Вот когда находишься в этом дворике, прям представляешь дух того времени, как будто здесь был сад, о котором так много писали, как будто это здесь был деревянный дом. И вот на месте этой художественной мастерской стоял одноэтажный кирпичный дом. И кого я не спрашивала из наших проектировщиков, которые как раз в это время занимались пристройкой и надстройкой, проект был, потому что звучал сначала, что пристроенная и надстроенная художественная мастерская, они говорили, что дом был такой хороший, качественный, хорошо построенный. И когда эти фундаменты разносили, приходилось применять технику, потому что просто так разобрать невозможно было. Строили Буяновы на века для своих многочисленных детей и внуков. Но о семьях Макея и Семена Буяновых известно немного. А вот о семье их брата и дяди, Евтея Захаровича, несколько больше. У Евтея Захаровича он женился на Марфе Игнатьевне Конфедератовой. Это была полячка. В 1886 году, правда, он умирает, Евтея Захаровича, оставляет жену с детьми. Дети были уже большей частью взрослые. И его сыновья Владимир, Василий, Михаил, они составили товарищество, братья Буяновы. На фотографии Михаил Буянов с семьей. Именно ему предстоит в свое время оплакать все, что произойдет после революционных годов и останется от большого имущества семьи. Значит, вот один из моих родственников, предков, это Михаил Евтеевич Буянов. Вот 1870-1933 годы жизни у него. Дом их располагался, это сейчас угол Фрунзи и Лозо. Официально товарищество Буяновых с основным капиталом в 200 тысяч рублей для производства операций по пароходству и мукомольному делу зарегистрировано 15 ноября 1900 года. Тогда же строится каменная мельница. Суточная производительность 5000 кудов муки. В районе бывшей Муравьевской улицы, ныне это улица Фрунзи, там же, где располагался дом Михаила Буянова. Сейчас здание бывшей мельницы, один из корпусов кондитерской фабрики «Зея». Транспортировкой своих грузов Буяновы тоже занимались самостоятельно. В 1911 году товарищество братьев Буяновых имело три парохода и пять барж стоимостью 352,5 тысячи рублей. Пароходами владел в свое время и Макей Захарович Буянов, а потом и его сын Семен. Кроме усадьбы Семен имел еще шесть домов в Благовещенске. Скорее всего, сдавал их в аренду. Так же, как и одно из зданий на территории усадьбы. Известно, что в 1901 году там размещалась электротехническая слесарная мастерская со странным названием «Циклоп». Семен Макеевич был человеком деловым и публичным, членом Благовещенского биржевого комитета, а еще, наверное, прижимистым и не очень патриотичным. В 1905 году за утайку зерна и искусственное взвинчивание цен на муку военным губернатором Амурской области был подвергнут семидневному административному аресту. В 1915 году Семен Буянов – один из учредителей товарищества «Амурский флот». В 1917 году стал членом Амурского союза республиканцев. По его списку шел на выборы в депутаты Благовещенской городской думы. Ну а потом случилась революция, следы многих из семьи Буяновых теряются. А в 1920-е годы происходит муниципализация всего частного имущества. Так Буяновы лишились всего, что имели. Но к этому времени, а это происходило в 1923-м, в 1924-м годах, остался в живых только Михаил. И вот когда все это произошло, настолько это для него было потрясением, что его разбил паралич, потом он уже до конца жизни оставался, то есть как бы в нормальное состояние он не пришел. Только когда вспоминал о том, что было, начинал плакать, это вот по воспоминаниям также близких его родственников. И он последние годы жизни очень тяжело болел, скончался в 1933-м году, был похоронен на Малаканском кладбище в Благовещенске, которое вот примыкает к православному, вот это сейчас улица Мухина. А на усадьбе Семена Буянова в начале 20-х годов 20-го века часть построек занимал Дальторг, потом там располагалась торговая биржа, Губком РКСМ, позже Благовещенское отделение Всесоюзного общества политкоторжан. Сегодня там остались всего 4 исторических постройки. И только очень условно, но все-таки с надеждой, можно сказать о том, что история этих домов продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok